Вот и на связи, друзья! И сегодня вы увидите, как 501-й Легион под командованием Капитана Рекса будет защищать мост. Обязательно поддержите этот видеоролик лайком и подпишитесь на мой канал. Всем желаю наиприятнейшего просмотра. Начинаем! Ну что ж, дамы и господа, сегодня нам предстоит увидеть ожесточенную схватку клонов по классике и дроидов КНС. Сами видите, здесь есть и дроиды-пауки, и дроиды-ки. И давайте клип-камера позиции надключим, чтобы было лучше, виднее. Вот так вот и дроиды B2, ну или же B2, B1, дроиды Коммандос. В общем, здесь будут все самое большое разнообразие, какое только может быть, чтобы выглядела все-таки зарисовка лепа. Симпатично. В общем, такая вот группировка армии дроидов. Огромная. Для таких масштабов очень. Давайте посмотрим, что есть у клонов. Клоны, как видите, здесь укрепились на мосту непосредственно. Есть пулеметчики, есть снайперы. И в самом конце нас дожидается Коммандер Коуди со своими самыми приближенными, ну если так можно сейчас выразиться, может глупо, братьями. Тут у нас сами и Эйха, и Файвс, и Эппо. Ну или Аппо, кто как называет. У нас имеется с вами тут левый фланг, но он в принципе очень защищенный. Здесь, смотрите, вот такая вот речка. Здесь никак не прибежать, только если вот тут. Но у нас тут ребята охраняют этот левый фланг. Сами видите, здесь установлены минометы. В принципе, оборона здесь, соглашусь, не такая прям, ну классная, как, например, на правом фланге, который мы сейчас с вами посмотрим. Во-первых, тут есть шагоход от ТТЕ. Ну или же ИТТ, кто как называет, мне в принципе без разницы. Вы же понимаете, что это. Много, также три миномета. Много здесь только укреплений около этих минометов. Сами видите. То есть, если откроют огонь, то сначала прибьют вот эту линию, эту линию, и потом только минометы. Здесь у нас с вами также имеются пулеметчики. Два пулеметных расчета. Вот вы сами их видите. Давайте теперь клип камера позишн включим. Вот это так выглядит. Выглядит вот так вот все. Это от лица клонов, сами видите. Вот чем мне нравится эта игра, что здесь можно посмотреть, как выглядит поле боя от лица каждого бойца. Можно полетать по окопам, глянуть что и как. Вот сами видите, согласитесь, это прекрасно. Здесь у нас еще пулеметный расчет. Ну и тут у нас с вами имеется турелька, которая защищает что? Правый фланг. Сами видите, здесь пройти можно. Не так глубоко, в общем, проплыть, в принципе, и можно вот здесь. Поэтому оборона здесь соответственная. Ну что ж, больше вам, в принципе, сказать нечего. Легенду этой зарисовки вы можете придумать сами. Ну а мы будем, пожалуй, начинать. Всем желаю еще раз и приятнейшего просмотра. Итак, нажал я кнопочку старт. Сейчас начнется заварушка. Сразу скажу, замедлил время, потому что, во-первых, будет лагать. Во-вторых, все очень будет быстро. И мы с вами не посмотрим, не сможем уследить за левым, правым и одновременно центральными сторонами. Поэтому замедлил время, чтобы и вам было комфортно, и мне тоже. Давайте вот так начнем. У нас появляются дроиды. И что сейчас будет? Правильно, сейчас будет замес. Я думаю, можно даже чуть-чуть ускорить на 0.5. Давайте. Так, у нас замеса и ТРТ. А, побежали, куда побежали, что я говорю. Пуляют гранаты, дроиды наступают, сами видите. Вот так выглядит эта картина. Дроиды Б1. Пауки. Все ведут огонь. Дроиды Б1 наступают, как видите сами. Давайте посмотрим, что тут по центру. Здесь дроиды со щитами, сами видите. Давайте вот так посмотрим. Но что же происходит у клоунов, вы спросите? А происходит у них вот что. Мост уже уничтожили. Можно сказать, так, танк у нас выехал. Едут дроидыки, давайте даже так. Мост уничтожают. Ну как мост? Уничтожают вот эти... Если вдруг этот ролик смотрят инженеры, и они, держу паре, разбираются в сооружении моста, напишите, пожалуйста, что это такое. Мне будет интересно... Ну все-таки, слушайте, надо эрудированным быть, да? Подкованным во всех вопросах. Будет интересно почитать. Смотрите, дроид Б2 у нас так прям яро идет. Браво! Здесь его прикрывают дроиды Коммандос. Но все-таки давайте посмотрим, как выглядит сражение от лица клонов. К сожалению, у меня проблемы с мышкой. Не обращайте внимания, поэтому тяжеловато иногда крутиться. Давайте вот так вот будем с вами смотреть, что и как. Куски мяса! Шлема здесь! Валяются. Видите, тут вот эти брустверы разрушили. И тут кто как укрывается. Поранили пушку, сами видели. Видите насквозь. Очень странно, как тут выжил клон. Здесь бойцы тоже обороняются. Давайте посмотрим, что происходит у нас на правом фланге. Здесь тоже уже почти ничего нет. Вот так это все выглядит на правом фланге. Вы сейчас видите. У дроидов тем временем подкрепление. Разрушены окопы. Вы только на это посмотрите. Давайте все-таки включим клип, выключим клип камера позишн. И посмотрим это, как выглядит прям в окопах от первого лица. А это все выглядит вот так. Мы с вами даже можем наблюдать, куда целятся клоны. И, кстати, ведут огонь по клонам. Куда-то туда неплохо прилетело дроиды B2. Здесь у нас ушел на перезарядку боец. Кусок мяса. Представьте, вы в окопе. У вас ваш брат, в прямом смысле этого слова, превратился в кусок мяса. Конечно, не дай бог, но мы вообще... Ну, это даже нельзя представить. Такое вообще. В общем, без слов. Просто без слов. Вот так у нас выглядит. Везде трупы. Давайте посмотрим все-таки от лица дроидов еще. Это сражение. Здесь у них вот так все находится. Дроид-паук идет. Ну, конечно, у клонов тяжелая техника. А ТТЕ, ЛЖИ, ТТЕ и дроидам, безусловно, тяжеловато. Тяжеловато. Здесь их уже почти не осталось. Сами видите, здесь один дроид прокинулся. Тут ведется огонь. Давайте вот так еще прилетим, посмотрим. Смотрите, как здесь красиво прилег шлем. Обломки моста мы сами видим. Давайте чуть-чуть ускоримся. Правый фланг со стороны клонов, левый со стороны дроидов громят. Куски мяса, минометы уже без защиты. Охренеть, вы только на это гляньте, ребят. Давайте посмотрим непосредственно откуда стреляет и кто стреляет. А стреляет вроде дроид-паук, если меня не подводит зрение. Да, много здесь, смотрите, еще сохранилось дроидов-пауков. Один, второй, третий, четвертый. На правом фланге, кстати, ни одного. Пять дроидов-пауков. Офигеть можно. Интересно, смогут ли они как-то обернуть бой в свою сторону или нет. Здесь дроиды группируются, видимо, ждут подкрепления. Ну, дураку, понятно, самому элементарному, самому начинающему фанату Звездных Войн, что все-таки дроиды брали числом, а не умом. А здесь у нас за сих пор клон сидит в доте, дожидается чего-то. Конечно, сами видите, полная жесть. Под деревцем у нас прямо с вами тут несколько трупов клона. Давайте посмотрим все-таки, что происходит сейчас на поле боя. А на поле боя выезжает еще один. Вроде Снелл называется танк, если не так поправьте. Выезжает еще один танк. Я смотрю, там дроиды Б2, пауков очень много. Давайте посмотрим на подкрепление. Вот так это все выглядит. Да, куча дроидов Б2. Я не знаю, справятся ли клоны с такой ордой. Только на это посмотрите. Давайте клип камера позишн включим. Вырубим, не знаю, без разницы. Посмотрим вот так вот, как это выглядит. Но, конечно, уничтожает турель дроидов Б2. Как? Я не знаю, как кого. Просто один выстрел, все, дроида Б2 нет. Можно сказать, дроидов Б2 тут как и ебло. А танк тем временем, смотрите, у нас здесь идет. Ну, как идет? Идет огонь. По позициям... А, пушку уничтожил. Смотрите, ли это дроиды-пауки? Вроде дроид-паук уничтожил. Да, смотрите, дроиды-пауки здесь временем стреляют по... Вообще они задевают хотя бы чуть-чуть, нет? Да нет, конечно, броня очень толстая и хрен пробьешь. Сами видите, здесь клон засел, стреляет. На пушке никого, вины все-таки сняли. Но вот такая у нас с вами сейчас ситуация на фронте. Как говорится, уничтожили танк уже тот самый Снейл. Дот, где жив клон. А что у нас? Капитан Рекс, смотрите, жив. Капитан Рекс, Файвс, Эхо, Аппу, они живы. Что у нас? Ну, конечно, тут невероятные потери. И у дроидов почти никого не осталось. И что ж, дамы и господа, кажется, это победа клонов. Да, действительно, давайте вот еще раз посмотрим. Да, дроидов почти не осталось, сами видите. Но они были очень близки к победе. И сразу скажу скептикам, которые, может, скажут, что вот ты там кому-то помогаешь, дроидам, клонам. А ребята, нет. Все зарисовки максимально забалансированы. Протещены несколько раз. Поэтому, конечно, многое зависит здесь от времени. Именно вот это, этого, видите, я ускоряю, прибавляю скорость. Многое от этого зависит. Но я, как мог, постарался. Надеюсь, вам эта зарисовка понравилась. И могу смело сказать, что победа клонов, но, правда, первого, сами видите, мост уничтожен был. Ну, в каком-то смысле. Здесь много было побитых клонов. Короче говоря, первого победа Великой Армии Республики. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Вы поставите ему лайк и подпишитесь на канал. С вами был Отто. Еще увидимся. С вами был Игорь Негода.